Всем привет, мои дорогие! С вами Маша и вы смотрите канал похудения мамы и дочки. Сегодняшнее видео будет о спорте. Как бы странно и смешно это не звучало из моих уст, потому что от спорта я очень далека. И я его не просто не люблю, я его ненавижу. И об этом знают все, кто давно меня смотрит. Тем не менее, когда я начинала худеть, я занималась регулярно, ежедневно, на протяжении трех месяцев я делала ряд упражнений. Потом я стала заниматься через день, и все это длилось год, даже больше. Ну а потом заниматься стало все реже и реже. И сейчас занимаюсь от случая к случаю, может быть, несколько раз в год. И вот в данный момент, такой период, когда я возобновила занятия, и вам сейчас обо всем расскажу. У меня есть несколько видео на эту тему. Сегодня будет апдейт, потому что появилось кое-что новое. И начну я с гантелей. Такие у меня гантели, по полтора килограмма каждая. Я занимаюсь с ними. Хотя не могу сказать, что они для меня легкие. Я к ним пришла не сразу. У меня также есть гантели, которые до килограмма. Я начинала с них. И они для меня, я могу сказать, что тяжелые. Но я привыкаю, я делаю упражнения. Не буду вам показывать упражнения, потому что я не профи. Даже, возможно, я что-то делаю не так. Есть много каналов, где специалисты показывают, как надо делать упражнения. Но могу сказать, что я делаю по 100 раз на каждую руку, на трицепсы и на другие части руки. Я делаю по 100 раз, по 20, одной рукой, потом другой, одной, другой, либо по 30, чередую. Вот как выдерживаю, насколько так и делаю. 20, значит 20, 30, значит 30 и до 100 раз. То есть 100 раз на одну руку, 100 раз на другую руку. И, конечно же, это мне помогает. Конечно, сложно, конечно, непросто, но я это делаю стойко и выдерживаю эти нагрузки. Потом, конечно же, начинаю задыхаться уже под конец. Сложно дышать, но буквально там через несколько минут все приходит в норму. И я собой горжусь. Это однозначно. Следующее. У меня появились такие резинки. Хотя они у меня появились не сейчас. Я их покупала давно. Лет, наверное, 5 назад. Наверное, вот когда только открыла канал на YouTube. Причем совершенно случайно. Я была на Якиманке и увидела там какой-то магазин. Зашла в него и там были эти резинки. Я их купила там. Но я знаю, что они продаются везде. В интернете их можно заказать. Так что такие вот резинки. И вот с помощью этих резинок я тоже делаю какие-то упражнения. Я нашла в Instagram несколько аккаунтов, где девушки показывают упражнения с этими резинками. И вот я их у себя сохраняю и делаю. Кстати, они такие тугие. Сложно с ними заниматься. Но это очень хорошо, очень полезно. Даже вот видите, даже вот так их просто держать, растягивать, это тоже, ой, прямо больно. Полезно. Тоже очень хорошо. Так что это номер один. Следующая резинка у меня такая вот. Она прямо длинная лента. Это эластичная лента. Такая лента, она широкая. И она у меня уже, по-моему, где-то даже порвалась в какой-то части. Если я не ошибаюсь, где-то тут была дырочка. Одним словом, с этой, да, вот она уже дырочка. Но у меня есть новая. В упаковке точно такая же резинка другого цвета. Так что все нормально. Хотя это я тоже еще думаю, что какое-то время буду заниматься. Потом ее, кстати, можно будет отрезать. И она тоже будет длинная, достаточно длинная. Я ее наматываю на руки. И делаю разные упражнения. Упражнения тоже всевозможные упражнения. Вот, допустим, одно из таких простых упражнений. Можно так ее натягивать. Потом вот как бы натягивать внизу. Потом на уровне груди. Также наверху. Так, она не видна, но вы понимаете, да? Потом как бы вот такие тоже упражнения. Ой, мне сейчас неудобно делать. Я себя плохо вижу. Нет, вижу, конечно, но не так хорошо, как когда я стою перед зеркалом. Одним словом, я делаю упражнения. Всевозможные с этими резинками. Вот так тоже, вот так можно делать. Просто я боюсь вам показать неправильно. Потому что я не профи. Повторю. Поэтому, ну, в общем, я делаю разные-разные-разные упражнения с этими резинками, лентами, с лентами, с резинками. С этой резинкой также можно делать упражнения для ног, для бедер. Тоже очень удобно. Так вот, что я делаю? Я делаю в основном упражнения для рук, ну и как бы вот для верхней части. Получается, для груди, может быть, немного для спины тоже. То есть, как бы вот для верхней части руки и до талии, верхняя часть туловища. Я делаю эти упражнения. Также я делаю приседания. Обязательно полуприседы такие. Но, по-моему, я их делаю не очень правильно. Мне так кажется. Я стараюсь делать правильно. Я смотрю, но у меня, по-моему, получается не очень хорошо. Но в любом случае, как бы там ни было, я что-то делаю, и это уже хорошо. Я чувствую, как у меня болят мышцы. И мне кажется, что все нормально. Дальше я делаю упражнения для бедер. Естественно, для внутренней стороны бедра и для внешней поверхности бедра. То есть, я ложусь на один бок, поднимаю ноги. Ну, это такое классическое упражнение. С одной стороны, с другой тоже стараюсь по 100 раз все это делать. Конечно, очень сложно. Мне это очень-очень сложно. Тяжело дается, но, тем не менее, я стараюсь это делать. То есть, вот раз я начала, раз у меня такой спортивный, спортивный период начался. То я все-таки стараюсь через себя, через сложности все-таки это все делать. Эти упражнения. Что я еще делаю? Да, я делаю упражнения на пресс. Тоже легкие упражнения. Я лежу прямо в кровати, на спине. И я поднимаю ноги. Я их как бы сгибаю к себе, потом обратно. То есть, они как бы на весу у меня получаются. Но мне это делать легко. Кстати говоря, я гибкая. Я когда-то очень-очень-очень давно, мне было лет 5, может быть, или 6, ходила на художественную гимнастику. Короткий период времени, но, тем не менее. И у меня, может быть, после этого, а может быть, просто от природы у меня неплохая растяжка. И как бы вот с этим у меня проблем нет. Я могу высоко поднимать ноги. Ну, то есть, как бы все это нормально. Я делаю такие вот упражнения. То есть, две ноги сгибаю, потом их разгибаю, потом одну туда-сюда. Ну, немного велосипед, немного ножницы. То есть, вот в таком вот режиме делаю такие упражнения. Планку я не делаю, я не могу, у меня не получается, я не могу себя держать. А эти упражнения я вот делаю. И, конечно, да, они мне помогают. Можно сказать, помогают. То есть, в каком смысле помогают? Я не возлагаю на них каких-то больших надежд. Но они помогают все-таки моему телу более или менее не обвисать моей кожи. Хотя у меня комплекс мер. Вы знаете, это скрабы, это масла, это кремы. Хотя в последнее время я как-то масла не покупаю. Их у меня практически нет. Надо будет, кстати, купить какое-нибудь масло. Может быть, в враше куплю ванильное масло. Ну, посмотрю еще. Но кремы это обязательно. Причем в последнее время даже антицеллюлитные не покупаю. Делаю просто вот тем, что я использую для тела. Но это все обязательно регулярно, на постоянной основе. И плюс упражнения. Конечно, я и не думаю ни о каких кубиках. И об этом и речи быть не может в моем случае. Но, тем не менее, все-таки это мне помогает как-то вот себя держать более или менее в форме. Вот. Не знаю, сколько времени я буду всем этим заниматься. Но скоро весна, скоро лето. Все-таки как-то хочется немного подтянуться. Все-таки выглядеть лучше. Максимально хорошо, насколько это возможно. Ну, и поэтому пока какое-то время я этим буду заниматься. А дальше посмотрим, дальше будет видно. Конечно, настанет момент, вдруг резко, как это у меня обычно бывает, когда я пойму, что все. Я не могу себя заставить даже поднять ногу или пошевелить пальцем. И, конечно же, на какое-то время я отойду полностью от спорта. Потом вновь настанет момент, когда я пойму, что могу себя заставить. И опять что-то буду делать. Но я считаю, что лучше так, чем вообще никак. И, учитывая мое отношение к спорту, я считаю, что это хорошо, что я молодец, что себя все-таки заставляю что-то делать. Ну, и это, конечно же, имеет свой результат. И, безусловно, очень хорошо, конечно же, делать массаж тоже регулярно. Проходить, допустим, несколько раз в год курсом. Потом просто поддерживающие какие-то делать процедуры. Можно делать так же самомассаж, это тоже неплохо, это тоже очень хорошо. Главное, постоянно что-то делать. И когда постоянно что-то делаешь, то результат рано или поздно обязательно появится. Но я, по большому счету, не считаю, что всем обязательно надо ежедневно посещать тренажерный зал, заниматься с тренером, заниматься, заниматься, заниматься на этих тренажерах, на беговых дорожках. Кстати, да, у меня дома есть белый тренажер, у меня дома есть стейпер, у меня есть диск. И в одном из видео я вам это все показывала. Если я не забуду, то ссылку оставлю внизу. Если нет, то в плейлисте можно найти вот это видео. То есть я там все показываю. Все свои тренажеры, которые у меня есть. Но я уже давно не занималась на велотренажере. Наверное, год, около года точно не садилась. То есть нет, летом, может быть, пару раз, пару раз, да, летом я пыталась возобновить занятия, но у меня не пошло. Я, может быть, неделю позанималась и потом поняла, что просто не могу. И все. То есть вот, а весной, прошлой весной я регулярно занималась, по-моему, месяц. Ну, то есть вот видите, от случая к случаю как-то все-таки себя заставляю, и это хорошо. Самое главное что-то делать. Вот, мои дорогие, на этом все. Это все, что я хотела вам сегодня рассказать. И показать. Надеюсь, вам было интересно. Так что, если вы так же, как и я, не любите спорт, то рекомендую вам взять с меня пример и хотя бы время от времени что-то делать. Хотя бы в облегченном режиме. Все лучше, чем совсем ничего не делать. Все, мои дорогие, всем отличного настроения, удачного дня, до скорой встречи, всех целую. Пока-пока.